Десять лет программы госкорпорации «Территория культуры Росатома» насыщает культурную жизнь атомных городов профессиональными концертами. Но вот уже последние два года программа направлена на учреждения культуры в самих городах. 11 апреля Десногорск посетила команда экспертов из управления по работе с регионами госкорпорации «Росатом». Они приехали с целью провести мониторинг учреждений культуры и дополнительного образования на предмет эффективности управления. Цель нового направления – помочь регионам сделать рывок в расширении собственного самодеятельного творчества, дать возможность привлекать на свою территорию средства из других регионов и уровней власти. Для этого они проводят мониторинг культурной среды атомных городов, чтобы определить, чем госкорпорация может им помочь. Мы, взяв крен на мониторинг, в первую очередь делаем вывод, а что нужно данной территории, а чем мы можем помочь. То ли это будут учебные программы, как сейчас у нас уже идут, то ли мы направим самых ярких ваших специалистов в высшее учебное заведение. И за счет программы «Территория культуры» вырастим нового специалиста, творчески подкованного и, естественно, профессионально уже одаренного. То ли это будут совместные программы, где участники концерта одномоментно в номере будут как ваши самодеятельные творческие любители, творческие любительские коллективы, так и профессиональные артисты. То есть сливаем, снимаем эти границы между профессиональным и любительским творчеством. Конечно, наша задача вывести делегации на разные культурные форумы по разным направлениям, чтобы увидеть, чем живет вся Россия. Немножко сложности есть в атомных городах, где-то закрытость, где-то обособленность территорий, но в любом случае вы живете в этих условиях. Нам нужно найти возможность помочь вам развиваться и, собрав положительные, позитивные практики ваши, внедрите в других городах. Эксперты провели в учреждениях культуры, спорта и дополнительного образования целый день. Они знакомились с работой организаций, общались со специалистами и воспитанниками учреждений. В конце дня, когда поработали эксперты, у нас была деловая игра-тренинг. Она состояла в Центре культуры и молодежной политики. На деловой игре были подведены предварительные результаты дня. Впечатления о нашем городе очень хорошие. Татьяна Истафина выразила свое мнение, что у нас очень умытый, не побоюсь этого слова, чистый, аккуратный город. Люди очень приветливые, потому что они общались с горожанами. Очень все понравилось. Впечатления у нас очень хорошие. Окончательные итоги мониторинга работы учреждений культуры Десногорска будут подведены в декабре на Большом форуме в Москве.